Первый фильм Марвел за два года. Фильм, который отсняли уже давно, но в связи с ковидными ужасами он был положен на полку до лучших времен. Судя по всему, лучшие времена не наступили, но фильм все-таки выпустили по смешанной схеме. Одновременно и в кинотеатры, и на стриминговом сервисе Disney+. Disney не рискует и не ставит все на черное. Хех, игра слов, да. Только лишь на кинотеатральный релиз. Я вот тоже пытаюсь лавировать и развивать второй канал, не делать ставку только лишь на один. Но здесь по-прежнему сохранятся обзоры на премьерные блокбастеры, и Черная Вдова стала одним из таких. Приветствую, меня зовут Сокол, и сегодня наконец-то стартует в российском прокате новый фильм Marvel, Marvel Studios, Черная Вдова. Смотрите, сколько у меня здесь интересных книжек с картинками. Надо признать, что в комиксах про Наташку Романову ее образ представлен намного брутальней. Так что, каким бы ни было ваше впечатление от фильма, про Черную Вдову всегда можно положиться на его первоисточник. Комиксы. Уж там-то крутых историй целый океан. Вот самое главное. Рыцари Marvel, Черная Вдова. Именно этот сюжет взят за основу фильма. Знакомство с Еленой Беловой и противостояние с ней как раз отсюда. Кстати, мой комикс с Еленой на обложке. Но есть точно такой же и с Наташей. А вот еще один отличный комикс. Сборник «Поцелуй или смерть». Трушная шпионская история про скелеты в шкафу Романовой. А в сборнике «Черная Вдова. Полное издание» вы познакомитесь с одним из самых красивых комиксов про Вдову за всю историю. И одним из самых богатых на события. Еще есть комикс «Игра без правил». Про садистские трансляции на Мадрипуре. А для любителей детективных боевиков отлично подойдет «Черная Вдова. Добро пожаловать в игру». В общем, найдутся истории на любой вкус. Ну и, конечно, кошелек. Эти комиксы со скидкой 10% по промокоду «Сокол» вы можете приобрести в магазине 28. Также ищите их в интернет-магазине «Лабиринт». Ссылки в описании. Поверьте, они стоят того, чтобы с ними ознакомиться. Ну а мы с вами от комиксов перейдем к кинокомиксам. И даже к сериалам. Вообще, киновселенная Марвел чувствует себя отлично на малых экранах. Ванда Вижен получилась спорным, но в конечном итоге интересным и необычным проектом. У «Сокола» и «Зимнего солдата» тоже есть поклонники. Хотя я остался далеко не в восторге от этого сериала. Там никакущий экшен, подурневшие персонажи из фильма «Гражданская война», посыл и речи, которые своей наивностью сравнятся с посылом и речами из какого-нибудь эпизода «Губки Боба», с той лишь разницей, что в «Губке Бобе» это сделано намеренно, комично и пародийно. А кроме того, совершенно отвратительная злодейка. Ну и центральная парочка, увы, не тащит. Сериал кое-как выезжает только лишь на второстепенных персонажах. Короче, сериал «Сокол» и «Зимний солдат» мне не понравился совсем. У меня какая-то нелюбовь, как я их называю, к силовым персонажам Марвел. Ну это те персонажи, способности которых основаны на физической силе или на пресловутой сыворотке, которую то не могли изобрести, а то теперь оказывается, что чуть ли не все ей нашпигованы. Началась эта нелюбовь еще со времен первого «Капитана Америки». И хоть фильм и был неплохим, но все равно казался каким-то фарсовым проходником. К сожалению, ситуацию не улучшил и второй Кэп. Помню, что все были от него просто в восторге, а я, казалось, один считал его дном. Нет, до момента с Гидрой он был прекрасным шпионским тридером, но после превратился в стандартную для Марвел фарсовую херню и очень быстро скатился до уровня бездарного шапито. Я делал на него, помню, плахбастер. И нахер Гидру я убежден в этом до сих пор. Но, конечно, сейчас народ меня начнет обвинять в слабом знакомстве с комиксами. И да, из песни слов не выкинешь. Гидра как бы там была и куда ее деть. Но как бы был хорош второй Кэп, если бы там не было этой пресловутой Гидры с этим доктором Золой компьютером, заговором рептилоидов и шептанием на ухо. Ай, Гидра. Это ж потерянный потенциал, мне казалось. Прежде чем меня в чем-то обвинять, посмотрите Плахбастер, где я вполне доступно разжевал, за что я не люблю второй фильм о Кэпе. Похоже на то, что я фанат Марвел, но не той части киновселенной, которая касается различных тайных правительств, конспирологии, глупых шпионских историй и солдатской патриотичной бравады. Все это мне кажется каким-то бестолковым цирком. Вот такой вот парадокс. Ага. Стражи галактики мне не кажутся бестолковым цирком. А вся эта возня на земле, где Сэм Уилсон читает пафосные речи о равенстве, Гидра притворяется правительственной организацией, а Наташа Романов борется с подпольной сетью тайных агентов девочек, кажется. Поэтому я в восторге от сериала Локи. Там есть интрига, интересные персонажи и вот эта вот необычность. Да, вот тот самый привкус новизны, как мне кажется. Короче, при всех этих вводных сведениях, думаю, вам должно быть понятно, почему фильм «Черная вдова» в моих глазах был обречен на провал. Я давал ему шанс, честно. Надеясь на сюжет, но чудо не случилось. Нет, давайте сразу скажу, я предполагаю, что фильм понравится тем, кому нравятся фильмы про Кэпа, особенно второй, кому нравятся «Сокол и зимний солдат», и кому все еще нравятся сюжеты про конспирологические заговоры и подпольные шпионские организации, плодящие скрытых убийц, как в фильмах про Борна, и кто не считает это избитым. Я же считаю ленту безумно устаревшей, вторичной и чудовищно несвоевременной. Фильм должен был выйти после гражданской войны, тогда, когда действие картины и происходит. Сейчас, после войны бесконечности, он ощущается ненужным посредственным проходником, который просто зачем-то выпустили, видимо, в попытке заработать на всплеске любви к супергероиням, и с этим приходится считаться. И ладно бы проект просто опоздал, но, на мой взгляд, это еще и просто плохой фильм, в котором, конечно, есть удачные вещи, но в основном он плох. Это моя рецензия, не судите строго. Давайте перейдем к подробностям. Сюжет фильма разворачивается между гражданской войной, у нас противостояние, и войной бесконечности. По духу Черная вдова это прямой наследник Капитана Америки. Это буквально продолжение третьего фильма про Кэпа. Тут есть русский аналог Кэпа, Красный Страж, сыгранный Дэвидом Харбором, и он постоянно спрашивает про Стива Роджерса. Тут очередная беготня за какой-то сывороткой. И Лента отчаянно пытается своими боевыми сценами походить на работу братьев Руссо. Наташа Романов, которая вообще-то Наталья Алексеевна Романова, решила схорониться после неприятности вокруг Заковьянского договора. Но тут она получает весточку от сестры, получает набор каких-то ампул, и суперзлодея до кучи, которые копируют ее и не только ее боевые стили. Таск-мастер не главный злодей, а скорее талантливый оперативник на службе главного злодея. Оперативник-сюжетный твист. Да и вообще это обманка, мало имеющая общего с тем таск-мастером, что был в комиксах. Главным злодеем тут является русский мерзотный мужик. Фильм «Черная вдова», как и в свое время «Черная пантера», обречен на похвалы критиков. Его уже вовсю хвалят. Не так, как «Пантеру», но все же. Причина проста. Политика. Фильм сняла женщина, Кейт Шортланд. Это картина о женщине-супергероине, сыгранной Скарлетт Йоханссон. И главной темой фильма является использование девушек, девочек, женщин в качестве кукол злым мерзким притеснятелем мужиком. И это, соответственно, ужас как плохо. Попытки Дисней попасть во всевозможные тренды, повесить планку инклюзивности уже порядком раздражают. Ничего в этом плохого вроде нет. Но то, с какой навязчивостью все это делается, реально начинает бесить. Бесит также и лицемерие Дисней и Марвел и же с ними. Скарлетт Йоханссон, конечно, во всех интервью будет рассказывать, как они там все снижали и снижали уровень сексуальности Наташи Романов. Но фильм, тем не менее, не хочет терять поклонников Скарлетт, привыкших созерцать ее красоту. Поэтому через сцену крупным планом демонстрируется ее зад. Чего там и кто снижал и насколько менее сексуальна Наташа в этом фильме, вопросы открытые. Однако продемонстрировать плохого мужика, который каким-то образом разом скопирован со всех голливудских продюсеров, коих заподозрили в излишней любви к молодым актрисам, фильм не применил. Это настолько карикатурное изображение сладострастного мужика-папика, который пользуется беспомощными девушками и за людей их в принципе не считает, что даже подобным папикам при созерцании этого хрена должно быть противно. Только вот они не смотрят такие фильмы, вот в чем беда. Ощущение, что в лице главного злодея Файги будто бы издевается и над Харви Вайнштейном, и над Айзеком Перлмутером. Понятно, почему над первым, а вот над вторым, который является главой Марвел Энтертеймент, по той простой причине, что именно он не давал в свое время зеленый свет сольникам про женщин-супергероев. В том числе из-за его убежденности, что игрушки девочек-супергероин никому нахрен не упали, фильм про Черную Вдову так долго добирался до экранов. Увы, больше никакого развития мерзкий мужик не получает. И уже сразу после просмотра вы даже не вспомните, как его зовут. Вот серьезно, я не помню. Дальнейший сюжет сталкивает двух сестер, в кавычках, Наташу и Елену Белову, которая почему-то Белова, а не Белов. Как по аналогии с романом. Ее сыграла актриса Флоренс Пью. Они, как встречаются, немотивированно дерутся, а потом следует еще одна немотивированная экшн-сцена, и дальше фильм встает на рельсе сюжета, подкидывая одну, не слишком мотивированную экшн-сцену за другой. Да, в этом одна из проблем фильма. Экшн-сцены выглядят так, будто их добавляют, сверяясь с чек-листом. Они зачастую совершенно ничем не мотивированы. Героини встречаются, дерутся, уже через минуту дружно общаются. Зачем, спрашиваются, дрались? А потому что так надо. Так круто. Ведь именно так надо показать, что они не уступают друг другу физической силе. Что самое смешное, они никак не доказывают друг другу в драке, что заслуживают доверия. Они просто прекращают драться, и все. Дальше. Казалось бы, в самом начале показывают, как действует сыворотка на черных вдов. Экшн-сцены можно избежать, банально распылив в лицо другим вдовам эту сыворотку. Но нет. Нельзя же фильм лишать дорогостоящего экшена. И так почти во всем. Вымученный беспричинный экшен, вымученный юмор, и к месту, и не к месту, будет преследовать вас весь фильм. Все усугубляется еще и невероятно удачными стечениями обстоятельств. Естественно, в нужном месте будет лежать парашют, дожидаясь Наташу. В самый ответственный момент прилетит вертолет, сойдет лавина, а на секретную базу героинь просто доставляют. Черт возьми, это фильм про самых удачливых супергероинь на свете. Мне кажется, у Наташи такая же суперспособность, как у Домино. Ей просто везет. Ко всему прочему, экшен в фильме изобилует неприличным количеством монтажных склеек. Монтажа слишком много, что свидетельствует и о недостаточном таланте режиссерки в области постановки сцен действия, и о слабой подготовке Скарлетт Йоханссон, которую, видимо, чересчур часто приходилось подменять дублершей или спецэффектом. Да и в целом, экшен тут слабый и невыразительный. Нет ни одной яркой запоминающейся сцены. Ни разу за фильм не пришлось сидеть с открытым ртом. Даже в тех сценах, где напрашивалась крутая какая-нибудь съемка, какие-нибудь необычные переходы, фильм пасовал и делал все максимально скучно. Даже в крайне посредственном соколе и зимнем солдате хотя бы изредка, но показывали хороший экшен. Фильм про Наталью Романову отделывается банальщиной. К тому же персонаж продемонстрирован большую часть хронометража как неуязвимый киборг. И спрашивается, почему я должен ей сопереживать? Как бы за что с ней в принципе ничего не происходит во время экшена? Ничего не способна поколебать Наташу. Она ни в одном кадре не кажется слабой, хотя и пытается отыгрывать какие-то эмоциональные слабости. Это еще одна проблема. Лента не слишком-то сильно углубляет персонажа. Мы узнаем ее предысторию, но личной драмы и чувств именно Наташи фильм касается крайне скупо. То есть нам, зрителям, никто не объясняет, за что мы должны ей сопереживать. Почему? В этом картина обманывает ожидания. Мы ожидаем фильм, в котором как бы нам подробно расскажут, кто такая Наталья Романова. Но этого не происходит. Даже по той мемной истории про Будапешт проходятся лишь вскользь. Фильм больше раскрывает героиню Флоренс Пью, Елену Белову. Именно ее персонаж вызывает хоть какие-то симпатии. Она демонстрирует эмоции и гораздо убедительнее вписывается в местный сюжет. Наташа же, как весь фильм, была крутой неубиваемой чикой с железобетонной миной. Такой до конца сюжета и осталась. И она максимально скучная. Если Флоренс Пью сумела изобразить человека с проблемами и душевными травмами, то у Йоханссон этого не вышло. Мне кажется, что фильм и не пытался это сделать. Во всяком случае, Елена Белова, на мой взгляд, неоспоримый плюс этого фильма. Еще одним плюсом ленты стал Дэвид Харбор в образе Красного Стража. Он разил своей харизмой налево и направо. Его остроты били в цель, а его персонаж стал самым приятным дополнением для киновселенной. Наконец-то русский супергерой, за которого не стыдно. Хотя, конечно, без увесистой порции клюквы не обошлось. Можно сказать, что Дэвид Харбор – это лучшее, что есть в этом фильме. И я рад, что карающая рука современных тенденций не сделала из него совсем уж дебила. Хотя и продемонстрировать себя во всей красе фильм Красному Стражу не дал. Его финальная экшн-сцена, простите, но куром на смех. Хотя, как я и говорил, у ленты в целом проблемы с экшеном. Еще в фильме появляется Уильям Хёрд в образе Тадеуса Росса, что опять же отсылает нас к невероятному Халку, ролик о котором вы можете глянуть в подсказках и в описании. Но и это не все. Тут нас радует молодое дарование по имени Эвер Андерсон, дочка Пола Уэс Андерсона и Милы Йовович. Она даже говорит по-русски, хоть и с акцентом. Мама, видимо, научила. Играет она молодую Наташу Романов. И, надо признать, делает это весьма хорошо. Вообще, вся начальная часть фильма мега крута. Вступление многообещающее. Обе юные актрисы Эвер Андерсон и Виолет МакГроу чертовски хорошо изображают Наташу и Лену. И далее следует совершенно потрясающая начальная заставка под кавер Нирваны с Мелс Локотин Спирит. Эта заставка, демонстрирующая то, как обучали юную Наташу, как разлучали сестер, мне кажется, и должна была стать сольным фильмом о Черной Вдове. Но вступление заканчивается и начинается основной фильм. Скучный, невзрачный, натянутый и даже душный в какой-то степени. В словаре рядом со словом «проходной» должен быть указан именно этот фильм. Качество и необходимость этой картины хорошо характеризуют тот факт, что Наташи даже не написали собственной маломальски запоминающейся геройской темы. Она есть у Паука, у Стражей Галактики, даже у Доктора Стрэнджа. Марвел в принципе не балует музыкой, но Наташи могли бы подобрать хотя бы годный хит прошлого для экшена. Наташа русская по происхождению, почему бы не взять какой-нибудь хит нашей эстрады? Вон песня к комбинации «Бухгалтер» не только украсила фильм «Никто», но и задала необходимый тон всему действию. Марвеловцы же будто и не пытаются создать какую-то атмосферу, которая бы отличалась от стандартного марвеловского конвейера. Только заканчивается кавер «Нирваны» и не звучит ни одной хоть сколько-нибудь интересной музыки, кроме нескольких аккордов из «Мстителей». Это халтура, на мой взгляд. Атмосферно фильм также страдает. Россия в картине это либо тюрьма, либо снег, либо какое-то поле с проселочными дорогами и одиноким домиком где-то под Питером. Весь колорит заканчивается на «Красном Страже», который безусловно хорош, ну и конечно на распитии... Как вы думаете, чего? Водки. Других напитков в России не бывает, видимо. Это неоправданно плохо. Нет никакого креатива, ни идеи, которая могла бы позволить зацепиться за этот фильм и сделать его действительно хоть сколько-нибудь интересным. Я считаю, что фильм упустил просто целую гору возможностей. Увы, жаль, что именно этим фильмом мы должны попрощаться с Наташей Романов. Я ставлю бронзу, слабую, очень слабую бронзу только за Харбора, за Флоренс Пью и за потрясающее вступление от другого, видимо, хорошего фильма про Черную Вдову. Вот такой отзыв. Мне фильм не понравился. Я даже говнил его после выхода из кинозала. Посмотрите вон у Кисемяки мои первые впечатления. Поразительно, как в одной киновселенной умудряются соседствовать столь бездарная Черная Вдова и невероятно захватывающий креативный сериал про Локи. Короче, я знаю, что вы и без моей рецензии пойдете в кинотеатры на этот фильм, так что делитесь своими впечатлениями от фильма в комментариях под видео, понравился ли он вам или нет. Ну и, конечно, читайте комиксы. Переходите по спонсорской ссылке и заказывайте их. Поверьте, они того стоят. Ну а с вами был Сокол. С вас лайк и подписка. Пока. А то печет мне тут. Пойду в тенек. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!